добрый день дорогие друзья я сегодня говорю с александр витальевичем пустовитом вы его прекрасно знаете и у нас прекрасный повод снова встретиться в эфире это выход новое издание его логики у меня есть вот старое издание ну как старый плохо говорить старый на самом деле 13 год всего 8 лет назад правда вот оно такое небольшое а вот второе а вот второе издание и я помню когда александр витальевич мне подарил это издание мы говорили в коридоре института фома клинского я скажу вам что я читал там лекции он читал и наверное сейчас вы читаете там или нет нет сейчас уже два года как не читаю там карантин ну вот да и когда я прочитал эту книгу читал ее частями у меня появлялись вопросы удивление во первых мне кажется что это самая радостная книга о логике потому что если сделать к маленькое предисловие потому что логика нужно вообще сказать что в советском союзе логика была на достаточно высоком уровне по разным причинам и сейчас не будем об этом говорить и была выдающийся плеяда логиков и в россии и в украине и в других частях союза но я когда занимался логикой как студент философского факультета у нас были эти нормативные учебники они нужно сказать страшны не радостны например учебник потом формальная логика так называемая превышает у александра витальевича формальная логика здесь занимает несколько страниц пожалуй там страниц 150 200 300 где очень много формул такой вот математической логики и как правило студенты страдают и читатели скажем заинтересованные страдают от этого и возникает вопрос такова ли должна быть логика почему нужно изучать такие толстые книги и пробираться сквозь эти вот дебри форму когда читаешь эту книгу во первых это новый жанр я начале вот вышка выскажу свои то свое ощущение это новый жанр потому что здесь во первых это не только логика это скорее логика в традиционном средневеково раннемодерном аспекте то есть это логика теории реальности теория познания теории языка но данной в очень живом образном таком виде примеры из литературы стихотворения фрагменты из алисы в стране чудес фрагменты из анекдоты в конце концов да в конце концов анекдоты и вот мой первый вопрос это намеренно было написать такую радостную логику причем в эту логику включен абсурд и здесь нужно понимать что логика александра витальевича она не может разворачиваться сама собой без другой стороны без стороны абсурда без парадоксальности вот как все это уживается такую логику и как вы считаете вот когда вы писали эту книгу это было намеренно написать что-то не похожее на традиционный учебник да это было совершенно заранее обдуманным намерением было сделано потому что когда много лет тому назад мне предложили читать курс логики я засел в библиотеку стал читать вот те книги о которых вы упомянули андрей олегович и они тоже произвели на меня тягостное впечатление а я не люблю чтобы на занятиях было не то что грустно а даже скучно вот очень я этого не люблю скучно становится прежде всего мне самому а ну тогда что-то да спросить со слушателя если преподавателю скучно и тоскливо я подумал что почему бы мне не основать мой курс логики на знаменитой сказке кэролла алиса в стране чудес ведь все знают что кэрол это псевдоним настоящее имя этого человека было чарльз лютвич и он преподавал в оксфорде математику математическую ну то что потом стали называть математической логикой тогда даже и термина не было алиса конечно тоже не самая веселая сказка на свете там есть замечательные трагические моменты чего стоит один постоянно повторяемый возглас отрубить ему голову это о чем-то свидетельствует но во всяком случае она гораздо веселее чем традиционного чем не к логике а кроме того мне кажется да что ведь философы всегда оперируют с парами противоположностей нельзя говорить о свободе не упомянув о рабстве в разговоре о добре никак не обойдешься без концепции зла и так далее поэтому говоря о логике а ведь логика как мы помним это наука о правильном рассуждении никак нельзя умолчать о рассуждениях неправильных и говоря о смысле невозможно умолчать о нонсенсе о ситуации отсутствия смысла ну вот вот эти соображения мне кажется извиняют мое намерение вы знаете когда вы говорите об этих парах все-таки отношение мое мнение субъективное отношение к ним асимметричен начиная уже из платона ну например тот кто не знает правил не знает что такое нарушение правил тот кто не имеет представления скажем о правильной речи или о логике не может понимать природу а логичного или а логического у традиции все-таки примат логического над аллогическим по-другому говоря это еще апостола павла когда пришел в мир закон и обнаружился грех нельзя говорить что плохо грешно или не так а логично если у нас нет этой системы правил но тогда возникает интригующий вопрос эта система правил мир логичен если его задумал бог он задумал его сообразно логике и математике если мир не задумал бог какая-то логика встроена в нелогический мир как получилось по-другому говоря что если например мы не принимаем теорию бога случайный а логичный мир в принципе это поток случайностей порождает что-то похожее на логичность рациональность последовательность предсказуемость я бы сказал что если мы не принимаем гипотезу бога то не может не удивлять математичность мира вы наверняка обратили внимание в последнее время андрей логич в интернете много публикации на эту тему там есть группа физиков в которую входит музыкален михаил аркадьев и вот они очень красноречиво и очень интригующе обсуждают вот эту очень важную для меня тему математичность мира дискуссия обращается к замечательному тезису галилея о том что природа эта книга написанная на языке математики а как известно эту книгу или написал бог или она возникла сама собой если написал бог это еще как-то понятно если она возникла сама собой это глубокая тайна каким образом природа описывается теоретической физикой и это теоретическая физика обладает математической красотой как это могло случиться а вот если мы принимаем гипотезу бога то это в некотором смысле еще более интригует я бы сказал все выглядит отраднее позволю себе напомнить что если мир создан богом то богом был создан и рай и люди до того как поэтому это состояние до грехопадения да конечно оно лишено философской нагруженности скажем так в том плане что вопрос о добре и зле просто еще не стоял но нельзя не согласиться что очень привлекательно кто же откажется выйти в раю поэтому вот мне очень близки представления вот например был такой советский поэт не то чтобы совсем забытый но очень недооцененный леонид аранзон вы можете знаете это имя или вам не случалось не случалось обратите пожалуйста внимание для меня это было когда-то ослепительное открытие вот он говорил что поэзия это память рая и вот в связи с этой проблемой мне бы хотелось вспомнить моего любимого моцарта какой-то хороший музыковед не помню уже кто сравнивал моцарта его дальнего родственника карла марию фон вебера тоже великого композитора и говорил вебер разрешает встающие перед ним проблемы блистательно но перед моцартом никакие проблемы просто не встают и в этом смысле конечно можно было бы сказать в контексте нашего разговора что моцарт это композитор рая а вебер это человек преодолевший трудности так же как и бетховен лучший друг тех кто страдает и борется по крайней мере кстати вот по поводу рая мне кажется что не все разумные существа люди согласились бы в рай быть потому что рай для меня загадка достоевского как и для многих бунтарей потому что от рая для многих веет скукой и это наверное загадка самого человеческого духа для тех людей для которых рай это скука им трудно представить себе вечное состояние состояние чего-то возвышенного прозрачного радостного в котором можно чем-то заниматься помимо человеческих тревог забот борьбы и так далее и тому подобное восхитительно да восхитительный поворот мысли андрей олегович сразу вспоминается целых три анеквата во-первых пушкин который сказал одной красавице не могу себе представить как это быть вашим мужем это так же трудно как представить себе рай не помню который сказать на вопрос где бы вы предпочли быть в раю или в аду он сказал ну в смысле климата конечно в раю но если вспомнить об обществе то безусловно а вот третий мелькнул уже не могу вспомнить но в общем это конечно удивительная проблематика я хотел бы только добавить что вот в моей книге мне хотелось еще провести очень мы затронули немножко проблему науки мне хотелось провести вот это важное различие мне хотелось поговорить об истине в науке и о такой проблеме как истина в искусстве религии или философии мне представляется что это принципиально разные проблемы вот вы упомянули о формальной логике да которая у меня в книге занимает некоторое место но небольшое во второе издание я включил новую главу о диалектике гегеля почему потому что мне показалось очень интересным обратить внимание читателя на эти две остроконфликтные концепции фактически все три закона логики аристотеля сводятся к запрету противоречия и очень легко показать почему он необходим если мы представим себе что в основании арифметики наряду с тождественными единичка равняется единичке и двойке мы положим требование единичка равняется двойке это противоречие то арифметика сразу рухнет потому что если единичка равняется двойке то двойка равняется тройке тройка равняется четверки да двум частям верного равенства можно прибавлять одно и то же число и равенство сохранится но если любое натуральное число равно любому значит арифметика погибла вместе с тем сразу понятно что в человеческой культуре есть огромные области которые не запрещают но воплощают противоречия это религия философия искусства а поэтому просто вот мне показалось очень важным обратить внимание читателя на принципиальное различие положений в этих двух различных областях можем попробовать это очень важная тема я бы сделал несколько подступов к ней вы там цитируете полкинхорна книга вера глазами физик прекрасная книга удивительно да говорите например если взять скажем ведь если сравнить два два текста текст например математический и литературные произведения он говорит там о том что художественная литература это не совсем правда ну понятно что страдание 1 без ухова например или не знаю там вильгельма майстера это не совсем правда простите андрей олегович я должен сказать что в первом издании была опечатка это там было написано имя полкинхорна но это цитата из померанца из померанца да да это просто была опечатка да я не досмотрел к сожалению ну да это померанца даже если здесь неважно кто высказывает эту мысль она сама по себе интересно если продолжать ее там же сказано и о математике что математика также может искажать реальность поскольку она ее упрощает истинная правда и в вашей книге очень много посвящено тому что кстати вот это важный момент когда ребенок он раньше осваивает математику например чем теорию морали или философии для него мир математики более доступен это игра но ребенок играет в игру о смысле глубине который он не догадывается например глубина вопросов об абстрактных объектах форме как таковой потому что математика это чистая форма формальная логика предлагает отвлечься нам от всякого содержания не не интересует формальную логику ни сократ ни человек ни смерть конечно формула о умирающем сократе как и умирающих всех людях не сцена для формальной логики формальной логике важно все некоторые так далее но это одна из главных загадок и мышление и реальности абстрактный мир абстрактная сфера как она существует как мы ее достигаем придумывают ли это люди вот у вас в конце риньи диалог о природе математики исходя из этого я предлагаю перейти и к вопросу истины вопрос реальности столь сложен я бы усложнил вот этот тезис тем что не только истина многослойно и требует различных дверей различных врат но и реальность многослойно потому что мы заходим в реальность через разные двери мы можем зайти через братьев карамазовых может пойти через логику или через математику а можем зайти через опыт империю и через то что алиса отламывает кусочки гриба и проверяет где и становиться выше ниже и так далее да в связи с этим логиком да я пытался написать в моей книге что многие беды современности происходят от дисбаланса от того что человек очень хорошо понимает что поэзия это не совсем правда и склонен думать что математика это совсем правда когда математика тоже не совсем правда и мне вот представляется чисто интуитивно что адекватное восприятие реальности должно предполагать некое равновесие между поэзией и математикой и этого равновесия к сожалению достичь так же трудно как наверное по аристотелю достичь добродетели помните это середина между порочными крайностями легко ошибиться легко уклониться в порог тот или иной в порог избытка и в порог недостатка но очень трудно достигнуть золотой середины так и здесь легко сказать что должно быть равновесие между поэзией и математикой но весьма трудно этого достигнуть ну а ваш ответ на природу математики на природу абстрактного на улыбку чеширского кота я в этом отношении склонен присоединиться к великому математику который написал чудную книгу новый ум короля сейчас как же его фамилия пенроуз да совершенно верно помните он ставит этот великий вопрос что такое математика изобретение или открыть и он склонен думать что это открытие и я тоже он себя после этого ответа называет платоник это очень обоснованно ну вот я наверное тоже платоник ну здесь я я считаю себя платоником для платоника математические объекты это такая же реальность как и деревья камни и столы но другого типа то есть по платоникам в отличие от аристотеля потому что в математике античная она пошла различными путями путь платона это признание того что идеальные объекты не зависят от наших от нашего воображения или от наших от нашей воли и поэтому математика это открытие и поэтому это открытие поскольку мы открываем мир то что существует независимо от нас совершенно верно да я склонен другая точка зрения скажем конструктивная она очень сложна потому что я тут чуть-чуть могу добавить что в конце девятнадцатого в начале двадцатого века ряд блестящих попыток снова показать то что математика не субъективна например фреге основоположение арифметики ряд других авторов и эта точка зрения она непривычна для современного человека у меня было много бесед люди для это ломает их мировоззрение допустить что математические объекты идеальные существуют вне нас это ниточка если за нее потянуть которая может перевернуть вообще весь взгляд на мир это переворачивает сознание человека да это прямо ведет к религии и к признанию объективного существования бога и так далее вспомните еще августин сказал нет никого кто бы к нам христианам был ближе платоников но там увидел просто аналогии но возвращаясь к истине тогда вот и я помню еще мои разговоры с вами так называемая диалектическая логика которую конечно гегель не употребляет и логика аристотеля запрет на противоречие вы считаете что эти логики могут дополнять друг друга или это взаимо исключающий проект я считаю что они именно дополняют друг друга поскольку логика аристотеля которая стоит на запрете противоречия конструирует неподвижный мир ведь движение это существующее противоречие а логика гегеля как бы к ней не относиться это по крайней мере величественная попытка создать общую теорию движения а ведь движение более общее покойчивый случай движения таким образом я склонен думать что условно говоря диалектическая логика общая теория движения включает в себя формальную логику логику аристотеля как частную теорию мне представляется что это общий путь развития логики подобно тому как физика двадцатого столетия эйнштейновская включает ньютоновскую как частный случай точно так же мне кажется и общая теория движения должна включать в себя теорию покоя знаете из этого проистекает тогда два недоразумения двадцатого и двадцать первого века первое недоразумение если это так для меня гегель важный автор но если это так тогда большим уроном для логики двадцатого века двадцать первого то что гегель его прозрение не включены в учебники и в курсы логики как важный элемент поскольку гегель считал что логика аристотеля это логика рассудка так называемого рассудок вращается в четких противопоставлениях мы говорили добро зло например или там противоположные вещи связанные с тихотомиями в принципе тихотомия да ты или стоишь или движешься да ты или сидишь или летишь ты или 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 например более высокий уровень уровень разума утверждает или как бы уровень спекулятивный он по ним он требует не только включение интуиции движения но и того что субъект или скажем любой предмет является носителем очень многих свойств которые в нем объединяются то есть это некий подход более синоптический когда мы видим что и кстати литература это хорошо показывает на этом играет достоевский на том что реальный характер реальная личность выстраивается на вот этих вот разладах примирение непримиримых вещей сказал что это даже не только движение это еще и психологическая истина и когда мы говорим что это плохой или хороший человек это тоже достаточно условно конечно он добрый или злой да он добрый или злой мне даже представляется что это дуальность это двойственность это какая-то родовая черта именно европейского сознания вот уже упомянутый сегодня померанц в одном в одной своей маленькой но очень содержательной работе о троице говорит что вот европейская логика начиная от аристотеля дихотомична истинная ложь да нет а вот индийская например как минимум пятизначна так ну мне это трудно представить не сталкивался с есть и п и не п с не есть ни п ни не п с не описуем есть семизначная логика восточная я очень плохо в этом ориентируюсь это просто один факт подчеркнутый из померанца вот мне представляется что это двойственность как-то очень соблазнительно ее генерализировать в музыке мажор и минор в логике истина и ложь у аристотеля добродетель и порог вот это двойное деление почему не три почему не пять в принципе можно было бы это себе представить и это сделано такие опыты проделаны но они просто лежат за пределами европейской культуры Индия Китай это другие реальности ну вот это интересно конечно а что касается разных подходов к реальности это замечательно вы сказали Андрей Олегович мне кажется что вот с этой проблемой связано то обстоятельство что у людей много языков помимо математики и разговорных так называемых естественных языков есть еще живопись музыка танец зачем это все если бы все можно было сказать на одном языке или на двух наверное их бы не было так много я могу и конечно конечно но чем больше языков с одной стороны тем больше возможностей раскрывать богатство мира но с другой стороны это все таки немножко человека бремя определенной работы духовной возлагает на него точно так же вот вы сказали о логике динарочной дистанции вы понимаете что если мы уйдем от дихотомии истинного раскроется очень много откроется такая бездна где мы можем потеряться я бы сказал что дихотомия это защита чтобы существовать в мире нам нужна некая упрощенная структура согласно которой мы можем классифицировать все что нас окружает и себя в том числе достаточно простую практичную систему практического существования вне всякого сомнения но я должен сказать что любое богатство любое благо вы это знаете конечно лучше чем я всегда имеет свою оборотную сторону однозначны только пустяки всякая вещь сколько нибудь сложная сколько нибудь ценная всегда имеет свою теневую сторону поэтому та опасность о которой вы только что сказали она действительно существует но она представляет собой только оборотную сторону мне так кажется это то что французы называют затруднение от богатства ну вот видите богатым быть сложнее чем бедным получается безусловно если человек нищий у него ничего нет он однозначно детерминирован у него в жизни нет никаких проблем потому что нет выборов а если человек богат и чем он богаче тем этих выборов больше и тем они сложнее если у вас есть там есть проблемы только проблемы другого уровня безусловно богатые тоже плачут утрируя можно сказать достаточно такая сложная тема которая может вызвать возмущение некоторые слушатели как это так у бедных нет проблем мы хотим сказать о бедности в таком фигуральном смысле нет ну безусловно ну представим себе очень печальную ситуацию человек очень болен прикован к инвалидному креслу и не может покинуть пределы собственной квартиры у него нет проблем в какую страну поехать завтра как провести очередной отпуск пойти в горы купаться в море посещать музеи это трудный выбор это выбор достаточно проблематичный но он существует только для здорового дееспособного человека соответственно если мы возьмем одаренного человека одаренного различными талантами он понимая сколько коротка жизнь будет мучиться как лучше себя выразить и это совершенно реальное мучение вспомним хотя бы бориса пастернака великого поэта который всю жизнь мучился от того что как он считал в нем погиб великий музыкант по поводу философа он менее мучился он всех убеждал что он был бы плохим философом но утверждают некоторые что там были зерна и философии я даже нисколько не сомневаюсь вообще помните это аристотелевское кажется аристотелевское утверждение о том что жизнь человека это всегда цепочка выборов а каждый выбор означает гибель всех остальных возможностей мне когда-то приходило в голову что очарование юности состоит именно в этом 16 лет человек стоит перед громадным количеством выборов перед ним веер возможностей и он еще не выбрал но это бывает только в ранней юности поэтому для мыслящих и ищущих молодых людей это самый трагичный и психологически затратный возраст потому что перед ними лежит целое поле возможностей им кажется что они могут все у них большой счет к старшим поколениям по их мнению старшие сделали очень мало и плохо себя реализовали им кажется что они могут больше и от этого очень большое возникает перегрузка поскольку молодой человек девушка парень они могут они считают что перед ними пути и когда они их выбирают возникает определенный сбой с другой стороны возникает вторая трагедия когда молодые люди вдруг начинают понимать со временем что возможно путей не так и много когда начинается другая трагедия и осознание своей банальности скажем своей усредненности это тоже тяжелый опыт легко возобнить себя гением в 16 лет в 30 это несколько сложнее в 45 еще истинная правда это напоминает трагический парадокс помните в жизни есть только две трагедии одна это получить одна это не получить того что желаешь а вторая получить это самое таким образом очаровательный парадокс который сразу выводит нас я бы сказал философии буддизма что желание это зло и блаженство достигается только на путях искоренения желания не знаю как к этому относиться но парадокс блистательный мы еще о парадоксах поговорим я хотел бы вас спросить вот о чем я понимаю я тоже где-то близок вам по духу в том смысле что лектор должен как-то преобразовать дисциплину предмет который он читает чтобы в первую очередь интересно ему это уже нетривиальная мысль потому что многие учителя и преподаватели особо не приходят в такой мысли обычно есть какие-то учебники обычно есть какие-то нормативные курсы которые люди озвучивают когда вы делаете так для себя этот шаг чтобы вам было интересно кто ваши читатели зачем им вот этот учебник логики что он может им дать какие важные моменты он может им подсказать вы для себя ставили такой вопрос для чего во первых логика современному человеку в таком ярком многообразном изложении кто будут эти люди которые могут прочитать и продумать эти вещи мне представляется что я всегда стараюсь в своих книгах начинать с самого начала я стараюсь не требовать от читателя каких-то знаний потому что мой горький опыт говорит о том что из школьного курса громадное большинство людей выносят очень мало казалось бы школьный преподаватель вузовский преподаватель может опираться на материалы школьного курса но это к сожалению не всегда так иногда приходится встретиться с человеком который не знает ничего вот в последнее время принято думать что в школах уделяют внимание точным наукам в ущерб литературе истории и так далее это к сожалению не так вот мой опыт говорит что то есть очень часто такая ситуация перед тобой человек который не знает ни математики ни литературы ни истории и если ты хочешь что-то ему рассказать ты должен рассказывать с самого начала поэтому у меня вот такая была установка рассказывать с самого начала а кроме того вы же помните Андрей Олегович как Гегель сказал истинное это целое если мы преподаем логику сильно почти исключительно опираясь на математику это будет односторонность если мы преподаем логику увлекаясь одной только литературой это будет односторонность поэтому столь драгоценный для нас баланс мне кажется нет другого выхода кроме как обратиться к различным аспектам проблем вот логика как будто бы строгая математичная дисциплина но почему бы не попробовать преподавать ее опираясь на сказку Кэролу которая хорошая литература но вот я и попытался это сделать хорошая литература написанная логиком да написанная логиком мне просто показалось в определенный момент что эта знаменитая сказка представляет собой не что иное как цепь логических задач только автор попытался это замаскировать но это не очень глубоко раскопать это достаточно легко вот я и попробовал это сделать смотрите тогда ну я я так вот вы как раз полностью мое впечатление от книги оправдываете для меня это не просто введение в логику это введение не только в мышление это введение в мир это скажем такой микромир который показывает главные точки где возникают все эти задачи реальности истинности логичности парадоксальности это как бы учебник целостного подхода к действительности к человеку к мышлению к опыту и так далее вот нечто подобное мне мечтали в связи с этим я вот хотел бы в связи с этим вы сказали сейчас очень интересную такую фразу как бы вскользь но ведь и жизнь тогда и человеческая жизнь и жизнь человечества возможно и мира является ничем иным как цепочкой логических проблем и парадоксов которые нам приходится решать в принципе наша жизнь это задачник логически но проблема в том что не все видят парадоксы и задачи обычно человек настолько привыкает обыденно к тому что его окружает что он даже не видит насколько он окружен интересными парадоксами задачами которые он должен решать ну так надо ему помочь надо ему помочь ну вот я и говорю о том что это как бы подготовка зрелого человека который которого приучают удивляться миру видеть там какие-то главные логические задачки причем когда я говорю логические задачки в таком антологическом значении да жизнь да и где-то это должно пробудить интерес к миру интерес к реальности вы как бы говорите посмотрите какой интересный мир какой он с одной стороны логический какой он парадоксальный и как интересно посвятить какую-то часть времени своей жизни разгадыванию этих загадок парадоксов возможно создавая какие-то новые открывая какие-то новые ну конечно андрей олегович я бы не хотел чтобы меня заподозрили в магнии величия но в этот момент я говорю о простых вещах почему же я хотел вспомнить великого данта который объяснял цель своей комедии девина комедия вы помните чего он хотел он говорит я хочу вывести людей из состояния злополучия и перевести их к счастью не более не менее да написав эту в общем трудную книгу во многом темную также требующую пристального изучения ну вот и мне хотелось в некотором аспекте вывести людей из состояния злополучия вы обратили внимание у меня там стоит озорной эпиграф из сказки золотой ключик да для дурака не нужен нож и мусти короба наврешь и делай с ним что хочешь так вот мне хотелось немножко помочь бедному дураку вот Булата Куджава вот вот ну вот талантливые литераторы они видите добрые люди они все они хотят помочь человечеству каждый в меру своих сил и Акуджава и Данте ну и ваша книга это помощь человечеству мне бы так хотелось не знаю насколько мне удалось достигнуть свои цели нет здесь нет вы знаете я к этому отношусь очень трезво на самом деле это любая задача ну мы в своей академической деятельности скажем я говорю об университетских преподавателях об академических ученых часто забывает эту вещь ведь в мире написано так много книг научных то всегда возникает вопрос а стоит ли писать еще одно если стоит писать нужно ответить на вопрос а что это чем она будет отличаться от других почему она может быть интересным например человек пишущий учебник новой логики тоже должен отвечать на этот вопрос и вы очень удачно избрали этот жанр и здесь действительно это любая это всегда ваш главная задача автора сделать что-то непохожее учитывая то что груз написанных на какую-то тему книг чрезвычайно велик поэтому написать радостно изящно лаконично увлекательно и в то же время полезно для читателей это очень важно вам это удалось я думаю что вы говорите что во второй книге есть иллюстрации абстрактного художника работающего в стиле в жанре абстракции во-первых это сочетает с самой идеей книги потому что абстрактная как мы сказали формальная здесь на первом ряду но я думаю что вдруг будет еще одно издание книги ей бы не повредили и прочие иллюстрации потому что здесь кстати тоже есть иллюстрации даже в этом издании черно-белом есть несколько прекрасных о котах иллюстрации безусловно вот например здесь вы оставили вот эти вот вещи конечно да разумеется все эти иллюстрации остались ну потому потому что ведь в Алисе Кэрролла очень важный персонаж чеширский кот вот чеширского кота нельзя было исключить из изложения а во втором издании вот эти иллюстрации которые на первой странице обложки на четвертой и на форзацах да это работы замечательного ныне живущего художника который уже лет двенадцать работает в жанре абстракции хотя получил классическое образование закончил Берисскую академию художеств имя его Александр Беридзе начинал он как мастер фигуративной живописи но вот пришел в 2008 году начал работать в жанре абстрактной живописи и мне представляется что работы очень талантливые очень яркие и я очень рад что такой одаренный человек согласился сотрудничать со мной вот в деле второго издания книги так что я очень благодарен в разговоре перед тем как мы начали записывать вы сказали что вдруг неожиданно для себя влюбились в абстрактную живопись в абстрактное искусство да во чем это связано почему это было Моцарта скажем я так нарисую картинку человек любящий Моцарта человек ну являющийся поклонником поэзии литературы европейской скажем ну не конца двадцатого века и двадцать первого вдруг абстрактная живопись какое вам открылось а вот дело в том что мне посчастливилось побывать в Мадриде и в Венеции я много ходил по великолепным музеям и видел очень много великой живописи шестнадцатого столетия семнадцатого восемнадцатого и вот в одном из мадридских музеев музея Тиссон Барнемиса есть маленькое но очень с моей точки зрения удачное собрание абстрактной живописи несколько десятков полотен я поймал себя на том что они мне очень нравятся гораздо больше чем Тициады Гойя вот когда я осмелился сам себе в этом признаться потому что это для меня самого было некоторым шоком но надо смотреть правде в глаза да в моей любимой комедии горе от ума есть ключевой эпизод помните когда Чацкий убеждается в том что София не любит а любит молчалина и он говорит к чему обманывать себя мне самому звала молчалина вот комната его так вот я тоже не люблю обманывать себя самого я отдал себе отчет в том что да вот я люблю абстрактную живопись почему я ее люблю но это трудно сказать я знаю только один содержательный ответ на такого рода вопросы его произнесла когда-то моя дочь в возрасте пяти лет она сказала потому что я такой человек ну вот наверное это вы дали предельный ответ потому что если спросить а почему вы такой человек неужели дальше неинтересно спрашивать вот уже дальше как-то нечего даже и сказать а почему такой человек не знаю ну вот но надо сказать она ограничена понимаете возьмем караваджа например да это и сюжет это игра света и тени это и композиция это как раз как бы более соответствует вашему подходу к целостности гои я тоже не люблю я здесь с вами согласен но есть или там но есть авторы которых есть все и математика поскольку вы знаете мастера ренессанса уделяли очень большое значение математики перспективе да спрактная живопись максимально сужает мир максимально обедняет мир да но вы знаете в этом тоже есть некое очарование вот я вам расскажу удивительную историю когда-то в незапамятные времена лет 30 тому назад мой консерваторский преподаватель фортепиано заставил меня выучить шесть маленьких пьес шонберга опус 19 мне было очень трудно эта музыка мне казалось отталкивающей уродливой кроме того у меня чисто физически возникало ощущение головокружения там нет никаких тональных устоев вот это 12-тоновая серия которая лежит в основе это для человека воспитанного на Моцарте это просто мучение но учебный процесс есть учебный процесс и авторитет преподавателя непререкаем поэтому мне пришлось выучить этот цикл шонберга выучил сыграл на экзамене и забыл прошло 30 лет и мне захотелось проникнуть в мир поздних квартетов Бетховика помните что это очень трудная музыка это общепризнанно и я не мог найти туда никакой тропинки ни от Шумана ни от Шуберта ни тем более от позднего Гайдена туда никакие пути не ведут но я вспомнил что я когда-то играл шонберга достал ноты вспоминать и поймал себя на том что первая пьеса из шести кажется мне волшебно прекрасной я очень удивился я же помнил что лет тому назад а тут вот такое удивительное ощущение я настолько удивился что призвал свою профессиональную дочь которая пианистка сыграл я эту пьесу и говорю Маша что ты слышишь она говорит ну как что понятно красиво прекрасиво я как-то утвердился своей симпатией то есть великий китс конечно написал это уже сколько было лет первая ее синтенция в пятилетнем возрасте по поводу абстрактной живописи а здесь она уже была взрослая ей было лет 25 она уже кончила концерт но ответ по как бы стилистика сохраняется в оценках ну конечно да да стилистика сохраняется вот и великий китс написал the single beauty is a joy forever то есть прекрасное пленяет навсегда но это не совсем правда со временем люди меняются вкусы меняются и то что казалось прекрасным потом может показаться непрекрасным а то что казалось очень даже непрекрасным может пленить то есть бывает по-разному но над этим стоит подумать я не уверен что когда-то мне понравится разлом формы обеднение содержания и так далее но конечно это какие-то моментальные образы схватывания что-то это язык да скажем если мы говорим богатство языков то безусловно речь же не идет о том чтобы отменить другую живопись и предложить только абстрактную речь идет о еще одном языке правда конечно конечно разумеется мне приходило в голову что в великой традиционной живописи тоже есть элементы абстракции например когда художник изображает небо и облака ну да или закаты рассветы вот есть удивительные волнующие работы которые находятся на самой границе фигуративной абстрактной живописи например поздние работы модель вот этот пруд с кувшинками ведь с одной стороны да это вроде бы пруд с кувшинками но с другой стороны это уже почти гармония красочных пятен он балансирует на этой грани то есть тут да тут очень много интересных проблем очень много глубоких вопросов что касается а тональной музыки есть удивительная книга Веберна с подвижника и ученика Шонберга которая казалось математической строгостью показывает что европейская музыка с необходимостью пришла к этому стилю что это закономерный итог европейской музыкальной эволюции ну вот это это очень интересная проблема конечно я думаю что мы могли бы как-то об этом поговорить потому что есть такие общие общие мнения я не являюсь знатоком музыки вашего уровня я скорее любитель который иногда слушает я понимаю что есть очень много современных композиторов что жизнь продолжается но всегда закрадывается такое закрадывается такое подозрение что великое искусство где-то близится к закату и например литература музыка живопись где-то уже завершает свой период развития выражений и так далее где-то возникает исчерпанность формы уже сто лет тому назад шонберг написал закат европы а свасьян его переводчик озаглавил вступительную статью реквием по западу то есть вы имеете ввиду вы имеете ввиду шпенглера 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 это отдельно потому что шпенглер его очень сильно критиковали и вначале в него влюбился Сергей Сергеевич Аверинцев а потом это одна из первых была его больших статьи Аверинцева именно о шпенглере где было показано что шпенглер при детальном подходе к каждому разделу каждой теме показывает потрясающую некомпетентность то есть это какая-то книга большая и он хотел написать великую книгу тогда это было время вот таких революционных сломов он очень попал в струю если не говорить о шпенглере я говорю о искусстве о его средствах выразительных о том что искусство может сказать я очень хорошо понимаю что мысль о том что европейское искусство или близится к закату или даже уже умерло не только может существовать но я бы сказал может даже быть хорошо проиллюстрировал и при таком подходе да вполне обоснован ну Герман Гессе в своей игре в бисер я бы вместо шпенглера нашим слушателям рекомендовал бы книгу игра в бисер потому что там исчерпанность творческого потенциала европейского человека не просто описано а главное событие происходит в эту пост эпоху когда уже все сделано и что дальше чем мы можем заниматься ну по Гессе музыка вступила на дорогу ведущую вниз уже в 1800 году я когда-то был ну как бы потрясен этой мыслью и стал думать о мировоззрении человека для которого Шуберт Шуман не говоря уже о Вагнере это декаденты это упадочное искусство и я в общем вдумался то есть я понял как это может быть я удивительным образом увидел иллюстрацию в реальности у меня одно время были друзья из ансамбля старинной музыки для них музыка закончилась на Пёрселе 1695 год год смерти Пёрсела и когда я говорил о Моцарте они говорили ну что ты это такая дешевка это так недостойно внимания я был совершенно уверен что это чистый водоснобизм и поставил на себя эксперимент я увёз с собой в летний отпуск только Пёрсела ничего кроме Пёрсела 30 дней слушал король Артур клавесинные сюиты дьё сонаты приехал в Киев поставил своего любимого Моцарта и понял что они имели в виду то есть я понял как это возможно такого рода суждения я это ну вот это суждение конечно а тональная музыка это агония это предсмертные хрипы если уподобить историю искусства жизни отдельного человека то да есть период юности есть период цветущей зрелости и есть гибель смерть а перед смертью агония ну вот если угодно в этой парадигме а тональная музыка Шонберг да это предсмертные хрипы ну есть такой момент на жизненном пути что же делать ну возвращаясь к вашей книге по логике это же можно сказать её мышление я часто слышал и слышу эти голоса и сам это ощущаю что где-то и мышление это какие-то предсмертные хрипы поскольку нет великих мыслителей философов последние ну скажем лет 50 философия ушла в какие-то раздробленные небольшие фрагменты или разрушений постмодернизм или каких-то аналитических изысканий совершенно в такие тончайшие искусства ради искусства скажем и может быть это общая тенденция и музыка и искусство это зеркало также и определенной исчерпанности европейского духа и очень может быть и вот например такие явления я даже не знаю в искусстве живописи скульптуры или как это назвать как акулы в формалине да это тоже примета вот того о чем вы сказали а может быть это неумение удивлять ведь я все например когда мы говорим о мастере в живописи в музыке в философии я думаю что все таки есть другие средства чтобы удивить публику удивить человека иногда очень редко встречаешься с такими отрабными явлениями но к сожалению в самом деле очень редко я вспоминаю один ужасный случай который мне бы хотелось забыть дело было так собралась группа современных молодых композиторов и решила сделать ремейки прелюдов шопена известный цикл 24 прелюдия фортепианный концерт происходил таким образом классический пианист играл прелюдию шопена в первозданном виде а после этого была бывало исполнена прелюдия переписанная переделанная современным автором когда исполнение закончилось композиторы вышли на сцену сели так вот рядышком и стали спрашивать мнение я обычно не позволяю себе таких вещей но тут я встал и напомнил им историю о Малере который ходил на репетицию своей десятой симфонии а потом спрашивал у дирижера маэстро как вы думаете можно это сыграть или слушать или застрелиться вот я спросил композиторов как вы думаете что чувствуют ваши слушатели вы не боитесь что они будут огорчены мягко говоря на что один из композиторов сказал а вы знаете как трудно достучаться до современного слушателя я сказал да я знаю поэтому вы решили сделать ему больно вместо того чтобы его удивить или позабавить или обрадовать вы решили его травмировать на эту мою реплику ответа не последует вы знаете в этом какой то есть попытаемся я у меня еще одна тема хотел бы чтобы мы этой темы завершили но так между между строк мне кажется что не только великое искусство или мышление исчерпывает себя а исчезает публика или адресаты этих вещей вот вы сказали вы вот так просто опомните и называете вещи великих композиторов но ведь они написали сколько что не переслушает обычный человек за свою жизнь это переизбыток богатства переизбыток созданного и только я думаю что только моцарта можно вот если слушать от начала до конца один раз все его произведения сколько это нужно времени 200 часов чистой музыки 200 часов чистой да если по одному часу каждый день меньше года меньше года ну вот добавим к этому еще баха который написал не по-моему гораздо больше гораздо больше получим моцарт с бахом в обнимку это год обеспеченного досуга без перерывов на какие-то другие виды деятельности но я не об этом а о том что ведь все это было встроено в определенные формы жизни все это предполагало другие жизненные задачи каких-то небольших групп людей какой-то более широкой публики которая могла это слушать и когда меняется контекст вокруг социальный культурный скажем ну не знаю интеллектуальный то все это богатство каким-то образом оказывается невостребованным и тогда возникают акулы в этой вот формалинии тогда возникают вот эти вот желания сделать больно достучаться включая какие-то внешние эффекты и возвращаясь к мышлению и потеря этого богатства языков и потеря тех ходов задач которые могут стоять перед мыслителями я например когда вообще занимаюсь людьми я им стараюсь уже не давать какие-то вещи из канта или из гегеля гегель неизмеримо сложен да и я не представляю что это нужно чтобы заставить не заставить а вдохновить человека и помочь ему прочитать хотя бы первый том энциклопедии философских наук вот это совершенно а раньше эти книги читали но если не все то большинство образованных людей критику чистого разума читали все образованные люди ну они как продолго вникали в эти книги ну а уж если говорить о великой литературе это было обязательно чтение что то такое происходит с мозгом сознанием вот это упрощение для которого эта культура уже чужая или ее нужно будет заново переоткрывать или нужно будет писать подобные книги как введение в логику Александра Витальевича пустовита но задача людей которые хотят вернуть это наследие публике будет состоять как раз в этой роли ну не знаю наведение мостов нахождение каких-то точек в сознании в чувствах в эмоциях ну тогда возникает вопрос если нет этой потребности если она теряется стоит ли прикладывать так много усилий для того чтобы обратить внимание людей на эти шедевры на эти вещи и так далее для меня здесь просто очень много ревусов которые не совсем непонятны я просто вижу упрощение которое с каждым годом становится очевиднее упрощение даже в научно-популярных программах западных упрощение в подаче информации упрощение в обмене лингвистическими знаками в общении вот этот весь общий момент упрощения он создает вот эту опасность когда мы собственно не сможем оценить стоящие и второстепенные шедевры от подделки глубокую мысль от просто банально высказанного походу какого-то какой-то фразы но я перехожу к этой теме теме абсурда может быть это хороший итог истории европейского духа может это то что нам осталось не хотелось бы так думать я мне представляется что это чересчур безнадежный выход но проблема поставлена очень верно Андрей Олегович да действительно это горе существует мне кажется что тут есть только одно противоядие одно единственное его можно было бы обозначить словами воспитание вкуса воспитание вкуса когда-то ну конечно очень небесспорный и удивительно парадоксальный но нетривиальный мыслитель Розанов сказал что его бы воля он бы в школе преподавал только Пушкина вот все десять лет в курсе литературы у него был бы только Пушкин никто кроме Пушкина а потом после этих десяти лет пусть семнадцатилетний школьник читает все что угодно вкус у него сформирован и он уже уже не пропадет поэтому мне кажется что проблема вот да в качественном образовании вот нужно хорошенько учить детей вы наверняка обратили как драматично переделываются школьные программы вот с тех пор как я окончил школу это было в семьдесят третьем году что только не происходило и при преподавании математики и при преподавании литературы какие только темы не были исключаемы и включаемы то есть это необыкновенно драматичная история хотя казалось бы канон школьного образования за столько лет должен был бы быть выработан вот оказывается нет и это понятно потому что во первых это очень сложно а во вторых это очень важно то есть это такая очень турбулентная тема ну вот собственно что я могу сказать все мои книги это попытка предложить свой вариант логика это ну да самая короткая из моих книг да и как я надеюсь самая веселая самая легкая для восприятия а главным своим сочинением я считаю большую толстую книгу которая называется история европейской культуры это мой ответ на то что следует преподавать и каким образом надо воспитывать тот вкус который в общем должен оказаться спасительным хорошо я думаю что эту книгу тоже переиздадут она же не переиздана еще она не переиздана она издана ну то есть как два первых варианта второго года и четвертого были переделаны кардинальным образом и вышел вариант третий в двенадцатом году но это был только первый том только лекции а потом восемь лет спустя вышел второй том христоматия очень маленьким тиражом и к сожалению отдельно от первого тома да мне бы очень хотелось ее переиздать в одной книге потому что христоматийная часть и теоретическая должны быть вместе да очень бы хотелось я не могу в завершении беседы вы подняли еще одну тему это тема школьного образования сложности каких-то вещей которые преподавались это тоже ведь где-то обман потому что мы живем во времена массового университета массовой школы это обратная сторона наших достижений и я здесь хочу говорить холодно без каких-то без каких-то морализаторств или каких-то не знаю оценок школ раньше было мало и чтобы попасть в школу в гимназию ну нужно было или пройти какой-то ценз или быть особо талантливым человеком если ты не из богатой семьи было много случаев когда брали на себя расходы финансовые за талантливых молодых людей да очень часто мы получили школу массовую это обратная сторона завоеваний демократизации мира распространение тех благ небольших групп на всех вот мы эти блага небольших групп на всех распространение оказывается что эти блага не по силам этим всем более того эти все начали менять мир под себя под свои интересы а поскольку сейчас все коммерциализировано и задают том именно люди которые создают интерес и этот интерес оплачивают вот все это что создавалось на протяжении столетий оказалось в очень уязвимом уязвимой ситуации и если взять какую-то школу обычно говорят ну зачем детей так сильно отягощать всеми этими вещами зачем это для ребенка это очень сложно требует много усилий и это тоже ведь хорошая идея пусть ребенок больше будет детства пусть он больше отдыхает пусть он больше играет пусть он больше получает каких-то ну не знаю других выходов на реальность зачем ему это сложная математика сложная физика сложная литература здесь мы видим опять здесь без логики не обойтись и без тщательного критического анализа не обойтись потому что это борьба хороших идей с хорошими добра с добром только здесь и там и там добро пристает в таком виде которое нужно расшифровывать вот для этого нужно мыслить поскольку мне кажется это псевдо добро да это попытка оградить детей от от сложности а сложности всегда интересно ну что же большое спасибо вам Александр Витальевич за разговор я для себя получил еще ряд вопросов импульсов для размышлений возможно он местами получился не очень радостным но для меня в этом нет ничего трагического поскольку мы можем какие-то прорывы осуществлять достигать каких-то вершин перед лицом ну важных вещей таких как кризисы ну не знаю вплоть до идеи смерти мы создаем и культура как говорил упомянутый нами пастернак это попытка преодоления смерти это борьба за то чтобы такие вещи как смерть преодолеть в этом задача культуры он говорил если я правильно помню еще и то что великое искусство это вековая преемственность счастья как-то так и мне кажется он прав вековая преемственность счастья это надо проверить это я могу ошибиться цитирую наизусть но вот как-то мне кажется да говорю вот что-то такое да во всяком случае завершая наш разговор мне кажется что вот это ваша радостная логика написанная в таком ярком стиле с прекрасно найденными фрагментами поэтическими литературными ну она может дать этот импульс многим молодым людям и зрелым людям как раз для того чтобы чуть-чуть попытаться посмотреть на мир более глубоко более сложно спасибо Андрей Олегович спасибо форму которую вводит в сложность я надеюсь что эта книга все-таки найдет как можно больше количества читателей и возможно вокруг нее появятся дискуссии нам не хватает в нашем сейчас среде разговоры о книгах дискуссии о книгах споры о книгах возможно такие споры возникнут спасибо спасибо Андрей Олегович во-первых за доброе слово во-вторых за удивительный разговор который в ряде эпизодов был для меня абсолютно непредсказуем вот мне никак не думалось полтора часа тому назад что мы коснемся настолько глубоких ярких тем спасибо это было захватывающе интересно а что касается того что книга вызовет споры наверное вызовет потому что я ведь писал ее что называется на свободе на мне не тяготел груз университетского образования я никогда не учился философии специально поэтому наверняка нарушил многие табу о которых просто не знал то есть в этом не было никакого злого умысла это просто дерзость невежды не более того я думаю я думаю что в этом и ценность ваших книг и ваших выступлений потому что так называемый профессионализм еще раз подчеркиваю так называемый профессионализм в гуманитарной сфере и у нас и у наших соседей это какие-то иногда очень опасные вещи которые пора уже преодолевать и здесь нам крайне необходимо отношение англичан к людям непрофессиональным потому что многие вещи в Англии делали в виде непрофессиональным это вообще начать с того что и не только в Англии Декарт не был профессиональным философом Спиноза не был профессиональным философом многие из них не были Дэвид Юм относительно Джон Лог тоже имел незаконченное университетское образование он не прошел все стадии вообще эпоха модерна и как и эпоха гуманизма эпоха любителей и любители как раз могут заразить своим пылом своей любовью своей остротой взгляда и так далее теперь наконец я понял почему многие люди считают что я из 18 века вот по этому признаку конечно нет ну понятно что когда я говорю о профессионализме это псевдопрофессионализм потому что поверьте мне я думаю вы сами это знаете читали наблюдали слушая какие-то выступления что часто под профессионализмом понимают совершенно какие-то другие вещи это какие-то обязательные необходимо скучные вот такие мертвые блоки чужих мыслей которые человек с дипломом считает своей обязанностью пересказывать и творчества находок там нет вот это дерзость о которой вы говорите как вы сказали дерзость невежды вот так самоиронично нет это звучит по-другому это не дерзость невежды это интерес это отношение очень заинтересованного человека в сферах мышление культуры искусства и он может делиться этим интересом с другими заражать других людей этим интересом в этом его ценность мне кажется что это дело будущего когда медленно профессионалы будут отмирать а все-таки университет я оптимист университет отмирает постепенно в той форме в которой он существует возможно и школы будут отмирать в той форме в которой они существуют вот тогда такой тип человека будет сейчас уже наиболее востребован сейчас мы чувствуем например такой человек как Михаил Козинник например еще ряд людей которые заражают вот этой своей детскостью открытостью не подчеркиваю что они профессионалы в какой-то сфере сразу что вот у меня дипломы вот диплом вот диплом вот диплом и эти люди могут разбудить интерес традиции к искусству культуре к философии вот в чем мне кажется их вклад и в этом надежда в этом надежда да вот вот хотел бы чтобы наш разговор мы завершили на оптимистической ноте мне кажется что в этом надежда в этом надежда спасибо спасибо Андрей Олегович удивительно интересный разговор получился благодарю мне было очень интересно слушать ваши высказывания и с вами беседовать всего доброго всего доброго что не только но и не только свет это такое